О том, что одна из жительниц Барака в Вамзе попала в больницу с инсультом, мы узнали в начале декабря. Тогда все еще верили в лучшее. Думали, она сможет выкарабкаться и будет вместе со всеми продолжать борьбу с местной администрацией. Нет, чтобы вот это исправлять, все вот эти недоделки, они лучше с нами будут судиться. Все нервы уже вымотали, все. У нас даже уже одна женщина с инсультом попала в больницу, в реанимации лежит. Надежды на выздоровление Фонузы Беляевой не оправдались. В ночь на 16 января женщина скончалась в реанимации. Теперь можно сказать, что борьба амзинцев с местными чиновниками идет не на жизнь, а на смерть. К сожалению, первой жертвой стала ни в чем не повинная женщина. Поддержку со стороны чиновников амзинцы и не ждали на их стороне, как обычно лишь неравнодушные нефтекамцы и общественники. В понедельник похоронили женщину амзинцы, которые вот эти люди довели в начале до инсульта. И в итоге женщина умерла. Допустим, тот же давал задание Габдулину, Алексеянцу, чтобы они силком расселили жителей амзинцы в непригодное для жизни жилье. Вот. Габдулин говорил, я этих баранов все равно переселю, жилье их и старые дома, а бульдозером снесу. Итог. Женщины нет. Мы не хотим больше смертей. Хватит. Активисты планируют провести соцопрос среди населения Нефтекамска. В него войдут вопросы, касающиеся местной власти, управляющих компанией и не только. По словам общественников, у городской администрации по исполнительным листам долг в 20 миллионов. И эта сумма не предусмотрена бюджетом. Где они возьмут эти деньги, не ясно. Возможно, кто-то из простых граждан опять долго не увидит зарплату или вынужден будет жить в непригодных для жизни условиях. Но данные лица лапировали интересы застройщиками и пытались насильные людей вселить. Прошел обитажный суд в Республике Роскортостан, потом в 17-м обитационный суд. И суд Уральского округа, который подтвердил, что данное жилье непригодное для проживания. Но в противове с этим администрация все-таки приняла 6 домов из 8 и дала людям предписание о выселении. Нефтекарский городской суд показал опять о том, что данное жилье непригодно для проживания. Нам непонятно, почему эти люди до сих пор лоббируют интересы застройщика. Нам непонятно, почему Довлетов, как только вышло решение сюда, сразу ушел в отпуск и не хочет решать данную проблему. Видимо, у него здесь какие-то есть интересы, так же, как и у этих людей. Напрашивается резонный вопрос, сколько еще человек должно погибнуть, чтобы местная администрация повернулась лицом к простым людям. Или чиновникам так проще. Не будет людей, не будет и проблем, связанных с их переселением. Зульфия Амирова, Денис Кузнецов. Время новостей.